Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Кубок Мэра Москвы продолжается. Впервые на Кубке Мэра Москвы играет иностранная команда. Это Кунь-Лунь Ред Стар. Ну а московский Спартак уже традиционный участник Кубка Мэра. Ну и давайте мы сейчас все 12 шайб еще раз проговорим. Задача непростая, как вы понимаете. Открывается счет Кунь-Лунь на четвертой минуте. Гол Паркера Фу, Лукас Локарт и Джордж Николс в качестве ассистентов. Это гол в большинстве. Затем Кунь-Лунь забрасывает вторую шайбу. Это уже шестая минута. То есть полторы минуты всего прошло после первого гола. Отмечается Джордж Николс, который вообще рекордный для себя в плане результативности матч проводит. Набирает 4 очка, но это вот только второе и первый гол. Ну и собственно он забил один, то есть у него единственный гол сегодня. Джейсон Фрэм и Руди Ин ассистенты. Дальше смотрим. Все еще первый период. Третья шайба. Забивает ее Алекс Рич. Спередать Джорджа Николса и Итана Уэрака. 19-я минута. И со счетом 3-0 заканчивается первый период. Оскар Дамск на второй период уже не выходит. Дальше играет Алексей Красиков. И Красикову придется пропустить еще даже больше, чем Дамск вдвое. Ну и вопрос был, сумеет ли сохранить вот такую создание голевых моментов и такую реализацию. Китайская команда уже на второй период, да, они сумели. И видим, как Крэк Сквайрс реализует большинство с передачей Талерона и Спроула. Да, да. Вот обидное там удаление в конце первого периода за выброс шайбы. И Курлун уже во втором периоде этим большинством пользуется. 4-0 неприятно, конечно. Но вот здесь момент, после которого все, в общем-то, могло, наверное, по другому сценарию пойти. Потому что здесь забивает Вячеслав Солодухин. Илья Шипов в качестве ассистента. Это 24-я минута. 4-1, разница 3 шайбы, играть еще кучу времени. То есть шанс появляется. Но вместо этого опять пошли удаление у Спартака. И Кори Кейн. Здесь отличается в большинстве. Джош Николс и Джейсон Фрэм ассистенты. 35-я минута 5-1. И концовка второго периода просто какой-то непрекращающийся кошмар. Потому что 37-я минута Грег Сквайрс. 6-1. Протом что Красиков классный сейв сделал. Но то ли не заметил, что Шайбер лежит рядом с ним. То ли что-то там ему было больно. Может быть, не знаю. В итоге 6-1 Кейн и Вон ассистенты. 38-я минута Лукас Локарт с передачей Зака Юэня. То есть это вот отрезок на 3 минуты и 2 секунды, когда Курлун забрасывает 3 шайбы. Делает счет 7-1. Дальше смотрим третий период. Здесь Олег Явенко устраивает драку с Итаном Уэреком. Получает Уэрек 5 минут. Явенко получает 2 плюс 5 плюс 10 как зачинщик драки. И сразу же в большинстве снова... А, нет, это, кстати, не большинство было, да? Это было... Что там? Сколько их было? 8-1. Короче, игра здесь забивает Локарт. С передачей Джейсона Фрэма и Джоша Николса. Как раз вот после этих удалений. Никишин расстроенный выбрасывает шайбу. Снова команда остается в меньшинстве. Но после этого составы уравнятся в формате 4 на 4. Дмитрий Кукуршев забивает. Делает счет 8-2. Но после этого еще одна шайба снова в воротах Красикова. Это Итан Уэрек 9-2 с передачи Спенсера Фу. И напоследок все-таки в большинстве еще одна шайба. Это Тим Хэд. Спартаковский защитник с передачей Юрия Лехтера. Вот так. 9-3. 12 заброшенных шайб. Да, результативный сегодня получился хоккей.